Привет, просветители! Наверное, под каждым роликом я нахожу комментарии. Павел в этом видео такой злой. Никогда вас таким агрессивным не видел. Прямо ощущается, как Павла бомбит. Так вот, друзья, бомбит у меня сегодня. Поэтому обойдемся без смешнявочек, юмористов и прочих непременных атрибутов обычных роликов. Сегодня все будет коротко и сухо, потому что тема совершенно не веселая. В этом ролике мне хочется поговорить про вредительство и ту самую дискредитацию, о которой мы постоянно слышим последние годы. Просто я не знаю, как еще охарактеризовать вот эти фотографии, которые на прошлой неделе заполонили сеть. Что, собственно, произошло? В школах различных регионов Российской Федерации прошли акции, приуроченные к Дню Единых Действий в память о геноциге советского народа в годы Великой Отечественной войны, который с 2021 года отмечается 19 апреля. Известно, что акции в рамках федерального флешмоба через века состоялись в Крыму, Мордовии, Чувашии, Ростовской, Омской, Иркутской, областях, Красноярском крае и других регионах. Подобные акции – это не какая-то новинка последних лет. Как бы нам не пытались доказать, что патриотическое воспитание и память о подвиге советского народа вернулись в школы вот буквально два года назад. Это не так. Я учился в те самые лихие 90-е и каждый год выступал на митинге в День Победы. Читал стихи. А еще я был участником школьного хора, и в нашем репертуаре было много песен о Великой Отечественной войне. И что-то мне подсказывает, что поселок Тучково – это не единственный населенный пункт Российской Федерации, где школьники читали стихи, пели песни и возлагали цветы к вечному огню. Да, даже в 90-е, когда Америка нам все мозги промыла. Когда я был студентом и проходил практику в летнем лагере, в июне мы проводили мероприятие, посвященное началу Великой Отечественной войны. И да, в то время Сергей Кравцов еще не вещал каждый день о суверенной системе образования. А патриотические мероприятия были. Я стал преподавателем, и каждый год у нас были тематические уроки, мероприятия, экскурсии, беседы с ветеранами. Каждое 9 мая мы с учениками участвовали в митинге. Да, эти самые стихи, песни, минута молчания. Но почему-то ни в 90-е, ни в начале 2000-х, ни в советское время никому в голову не приходило делать подобные фотографии. На фотографии с мероприятий, к участию в которых привлекли в том числе младшеклассников, обратили внимание СМИ. Удивительно. Почему? На снимках, которые публиковали сами школьные администрации, видно, что детей усаживали на пол на колени в форме пятиконечной звезды. Реже укладывали плашмя. В некоторых школах, стоящих на коленях детям, также выдали свечи. Мне правда интересно, кто-то реально думал, что если уложить детей на пол, то уровень патриотизма мгновенно поднимется? Просто не представляю, и как пионеры в Советском Союзе без этого обходились. Наверное, просто цели не было в соцсетях отчитаться и вон туда фоточки отправить. Когда я проводил мероприятие о блокадном Ленинграде, последнее, о чем я думал, как бы мне так фотоотчет сделать и детей выстроить? Или выложить? Ну, практически поделки из подручных материалов. Чтобы никто не сомневался, что я работаю над патриотическим воспитанием. Та самая позиция, главная бумажка и отчет, проникла и в самые серьезные и важные темы. У меня создается ощущение, что у некоторых педагогов это желание отчитаться просто заменило рациональное мышление. Вот те учителя или администрация, кто это публиковал, правда не понимали, какую реакцию в соцсетях вызовут эти фотографии. Серьезно? Вместо того, чтобы вспоминать о трагических событиях тех лет, те же самые школьники в комментариях под этими снимками устроили соревнования в остроумии. А это кого конкретно вызывают? А их в жертву приносят? А сатана уже появился? Станьте дети, станьте в круг, Люцифер ваш лучший друг. Это, если что, не мое творчество. Этой реакции действительно не могли предположить? Минуты молчания и серьезного разговора на уроке уже недостаточно? Ну, неэффектно в соцсетях смотрится. Надо обязательно кого-нибудь на полу в спортзале выложить. Ну, эффектов добавить. Я, конечно, не знаю, каким педагогическим талантом обладают учителя, докреативившие до этого, но я слабо представляю серьезную реакцию после слов. А теперь давайте вы все на полу ляжете, а я вас сфотографирую. Акция памяти в соцсетях превратилась в фарс. И виноваты в этом вовсе не бессовестные пользователи интернета. Беда в том, что в системе главное фоточку сделать обычного урока памяти уже недостаточно. Якобы. Надо непременно что-то изобразить. Не помочь детям задуматься, а сделать так, чтобы со стороны было видно, что процесс идет. Потому что вот это выкладывание звезд из тел гораздо менее эффективно, чем обычная нормальная человеческая беседа. Нет, я, конечно, очень надеюсь, что те дети, которые лежали в форме звезды, понимали, зачем они все это делают. Потому что я вот, увы, нет. В школе башкирского села заявили подъему, что дети с желанием участвовали и сделали своими руками эти лампадки, разукрашенные красной краской стаканы со свечками. Там также заявили, что дети стояли на коленях в знак того, что мы помним о них, погибших в Великой Отечественной войне. А когда несколько поколений советских детей на коленях не стояли, они, значит, не помнили? По такой логике. Особенно мальчик, который сидит, просто вытянув ноги, явно помнит. Я сижу на корточках, Дима преклонил одно колено, кто-то на коленях, а другой просто растянулся. Очень торжественно и совершенно не странно. Согласен, минута молчания такого эффекта не вызвала бы. А знаете, как еще, очень легко проверить, что креатив зашел немножко не туда и детей просто используют. Если это просто Либерда придирается и ничего в этом такого нет, давайте представим, что учителя также улеглись. И вот наши Шизоид Парфентич, Глюка Андреевна, Марья Ивановна улеглись в спортзале и изображают звезду. Ну что, норм? Или политики-патриоты? Раздаем такие же лампадки Мизулиной, Медведеву, Милонову и выкладываем их звездой и фотографируем сверху. Уже не мило? А почему? Почему представить взрослого человека со свечой в руках и склонившего голову это нормально? А вот это вот уже не очень. Окей, ну давайте тогда, например, на колени поставим депутатов или учителей, которые это придумали. Что? Взрослым людям стоять на коленях как-то не очень? А в чем разница? А я объясню, в чем отличие. Взрослые люди сами решили так поступить. Они бы вот таким своеобразным способом выражали свои патриотические чувства. Сами решили, сами сделали. Это для меня смотрится странно, но это их выбор и их способ почтить память. Вот такой. Только вот проблема в том, что ни одному взрослому человеку, какой бы он великий патриот не был, это в голову не приходит. А вот дети как раз таки этого не выбирали. Это взрослые решили добавить щепотку эмоциональности. Мы не просто первоклассникам о войне рассказали, мы их еще и на колени поставили. Администрация, ну посмотри, какая работа огромная патриотическая проведена. А? А? Мизулина, лежащая со свечкой в спортзале, это странно. А вот дети патриотично. Никаких врагов и дискредитации не надо, когда из дня памяти делают подобную показуху. Мы не просто со свечами стоим, я свой класс на колени поставил, а потом весь интернет будет над этими фотографиями потешаться. Вот это я называю патриотическое воспитание. Уважаемые педагоги, прежде чем детей на пол укладывать, вы бы лучше пример показали. Сами отправляйтесь в спортзал и вперед. Звезда, буква, все что угодно, слова, целое предложение. А потом уже детей фотографируйте. Ну, если это абсолютно нормально и просто проявление патриотических чувств. Почему тогда вы не приняли участие в этом потрясающем флешмобе? Ну, просто возникает вопрос. Если ничего странного в этом нет, где взрослые люди? А еще, конечно же, вопрос возникает, почему эти фотографии исчезли, как только буча в интернете поднялась. Ну, если все абсолютно нормально и ничего в этом такого нет, зачем фотографии-то удалять? Это же просто тролли в интернете возмущаются, а на самом-то деле все круто. Я вот надеюсь, что, не знаю, к 9 мая, наверное, учителя из этих же школ будут стоять на коленях. Но я все-таки надеюсь, что они тоже будут лежать в форме звезды. Учитель математики, учитель русского, историк, химик, ну красота же, или нет? Или для вас это будет странно? Но детям можно. Относительно понимания младшеклассниками смысла акции, в школе заверили, что даже учащиеся 2-го класса уже в курсе, им в прошлом году объяснили. Первоклассникам разъясняли отдельно, рассказали. Мы посмотрели видеофильм про геноцид. первый класс. Сначала посмотрели фильм про геноцид, а потом на пол уложили. Ну что, поучаствовали в акции? Можно смело галочку ставить. Друзья, если вы считаете, что это видео заслуживает большого количества просмотров, то просто поставьте лайк, это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой телеграм, там интересно и все новости образования появляются гораздо быстрее. Допустим, те самые фотографии сначала появились именно в моем телеграме. Если вы готовы поддержать мою деятельность, то переходите по ссылке в описании на мою страничку Boosty или Patreon. Там все ролики выходят раньше, без рекламы и кроме того, доступен эксклюзивный контент. Записи всех стримов именно там. Кстати, сейчас на экранах вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддержат меня на этих платформах. Огромное им спасибо. Ну и отдельная гигантская благодарность отправляется министру просвещения моей страничке Boosty. Большое спасибо за поддержку, я ее очень ценю. Ну а с вами я встречусь уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok